Южный берег озера Иссыкуль Из этих старцев горит звездой эта святая тайна сказания. Поет монашчий Каабарь. Я могу спеть какую бы то ни было песню, так как Бог наделил меня искусством пения. Он влагает в мои уста слова, и мне не приходится искать их. Я не выучил ни одной песни, все вытекает из меня. Эти слова сохранил для нас великий ученый-цюрколог Радлов, когда впервые слушал и записывал из уст кыргызского певца-импровизатора тексты эпоса Манаса. С тех пор прошло 130 лет. Сколько выдающихся творцов из плеяды эпических сказителей унесено течением всемогущего времени. Рассказывает монашчий Каабарь. Мне было лет 12. Как-то ночью, будто земля дрожит. Во сне вижу, я оказался среди многочисленных всадников. Я Алмандет, говорит какой-то человек. Вон тот, седобороды, Пакай. А вон тот, сам Манас. Давай, пой об Атырах. Это в крови у поколений монашчи, гласит народная молва. Детские иллюзорные пробуждения – это истори, вещая святость любого народного эпика, отмеченного даром импровизации. Пробуждение певческого дарования с малых лет – это словно извержение вулкана. Таков своеобразный уникальный феномен народного гения. И эта традиция передавалась из поколения в поколение. Субтитры создавал DimaTorzok Яркое пламя костра, который горел перед глазами одухотворенного внутренней поэтической силой юного сказителя Кааба, манило. Звало его. Певец шел к этому огню годами. А когда достиг его, мир Эфоса предстал перед ним бескрайним океаном. Радлов, сумевший еще в то далекое время создать первое научное исследование о народной поэзии кыргызов, был поражен недосягаемостью для человеческого воображения этого небывалого по объему эпического сказания. Представить весь Эфос таким, писал ученый, каким он существует в народе, невозможно. Эфос есть поэтическое отражение всей жизни и всех устремлений народа, которые состоят, понятно, из отдельных характеристических черт. Помнится, со всех сторон наступили китайские войска. Алманбет проявил чудо. Соворожил небо. И шесть дней подряд шел дождь и сградом. Снегом покрылось все окрест. Ненастье сокрушило врагов. Они гибли в давке и суматохе. Тогда была убита мать Алманбета. Пуля сразила ее на повал. Абуян гневом и местью Алманбет. Понесся он навстречу убийце, своему же отцу, чтобы пронзить его копьем. Действительно, нельзя не удивляться тому, как кыргызы владеют своим языком. Это необыкновенное красноречие, свойственное кыргызам, естественно, вытекает из окружающих его условий. Понятно, что народ, который до такой степени наслаждается красноречием, смотрит на ритмическую речь, как на высшее искусство. Поэтому народная поэзия у кыргызов достигла высокой степени развития. Писал Радов. Эти пожилые кыргызы были специально приглашены для участия в киносъемке. Ныне такого заинтересованного круга слушателей вокруг сказителя встретить трудно. Древняя певческая деятельность перестает быть душой народа. Мы в отчаянии продолжаем врать самим себе, упорно не желая признаться в совершившейся горькой утрате. Жестокая эпоха, тоталитарная система перевернула народное сознание. Повсеместное наступление разрушительного процесса в эпической культуре, в поэтическом и музыкальном наследии народа, уже приобрело необратимый характер. Оскудение некогда мощной горной реки по имени национальная культура кыргызов стало печальным фактом, а деградация вплотную коснулась самой сердцевины нации, ее генофонда, в преемственности поколений певцов, сказителей, музыкантов. Сегодня сказитель, будто одинокий всадник, взияющий пустоте странствий в поисках своих батыров. Местность Манжелы Сай. В этих надмогильных камнях застыл боевой клич пришлых из Китая завоевателей. По преданию, здесь пролилась и кровь Манаса. Здесь выросло священное дерево, а из-под земли пробился ручей. Если бы здесь чаще бывали люди, не предавалось бы забвению вековая мудрость народа, не обнищала бы у нас душа. Поныне бродит по горам неутихающая скольп Манаса, оставшегося один на один с полем битвы, усеянным бездыханными телами его верных соратников. Это легенда, плач, причитания. Это вечно живая песня. Сказ невиданный, неслыханный и бесконечный. Это сама история народа, воспетая певцами-сказителями во все времена, во всех пространствах, прожитых народом тысячелетий. Сможет ли нынешняя молодая поросль сберечь великое наследие певцов прошлого и настоящего? Ответ за будущее. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ